если говорить о вот этой вспышке которая случилась между кадыровым и между путиным стоит ли ждать на ответ путина на такие заявления со стороны чечни потому что судя из того что путин достаточно редко реагирует на критику он может просто промолчать и это все никак не разрешится к путин сейчас ничего делать не может и уже уже до этого даже ничего не делал это я уже говорю уже два месяца и привожу пример потому что в общем когда сын кадырова в августе месяце избил этого самого последственного никита журавеля в сизо чечне где кстати он оказался совершенно незаконно и никита журавель незаконно оказался и сын кадырова незаконно а кадыров это выложил в значит сначала в свой телеграм-канал потом обвешал своего сына и не соседние мусульманские республики обвешали его всякими наградами все это было уголовные преступления все это было незаконно но как видите путин это все дело съел ничего не сказал и даже когда ездил в арабские эмираты и в саудовской аравии взял с собой и кадырова старшего кадырова младшего вот и показал таким образом что он полностью от них зависит что он ничего не решает и что настоящим президентом российской федерации является кадыров но президентом де-факто потому что путин с ними ничего сделать не может однако президентом де юра у кадырова никакой перспективы стать нет но говорят кстати не могу не спросить потому что сегодня информация появилась говорят навальный куда-то пропал думаете ему стало вообще плохо раз пропал с поля зрения нет навальный ну во первых он уже вроде бы нашелся потому что уже сказали что вроде бы его привезли в москву для каких-то средственных действий вот но это отговорки это конечно просто отмазки на самом деле он пропал потому что сейчас идет кампания регистрации кандидатов и навальный вполне может подать свою кандидатуру в качестве кандидата и тогда центральной избирательной комиссии придется ее не утверждать а это все неприятно и таким образом значит путин решил временно избавиться от навального потому что навалов на самом деле для путина очень опасный человек именно потому что он сидит в тюрьме потому что он является таким героем народно потому что он вернулся и его значит не не дотравили он могла тихо спокойно жить в германии ездить по всем странам быть принимаемым любыми политическими деятелями по всему миру но решил вернуться в российскую федерацию таким образом он правил проявил героизма абсолютный героизм политический героизм он абсолютно значимые фигура в политическом поле Российской Федерации. И когда Путин давным-давно уже является нелегитимным президентом, и плюс он всем надоел уже, потому что 24 года эта рожа сверкает на всех каналах, и уже даже когда мы с вами обсуждаем про Путина, нам уже в комментариях пишут, ну сколько можно уже этого самого человека обсуждать, этого индивида. Я вам объясняю, что мы его обсуждать будем ровно столько, сколько он сидит у власти, сколько он пытается руководить этой страной, потому что нельзя обходить такую политическую фигуру. Но для Путина Навальный очень страшная фигура, тем более что Навального, кстати, как основного оппонента Путина, сделал сам Путин. Если бы Путин его не собрал каждый раз, когда были президентские выборы, чтобы не дать ему возможность подать вовремя документы, сдать документы, потому что он мог бы пойти на какие-то выборы, набрать свои 2 или 5 процентов, и на этом все закончилось. Но Путин клинически, в политическом смысле, это я уже давно говорю, это не ругательство, это экспертная оценка. Путин в этом смысле продолжает заниматься этим идиотизмом. И вот даже его объявление о том, что он идет в президенты, состоялось раньше времени, просто потому что Навальный его опередил. И, значит, 7 декабря Навальный устроил первую кампанию предвыборную против Путина, когда его друзья расклеили белборды по нескольким городам, и запущена была идея о том, что голосовать за кого угодно, но только не за Путина и так далее. И с тех пор он раз быстренько исчез. А дальше, опять же, эти клинические в Кремле начали просто палиться, потому что когда Пескову задали вопрос, а где Навальный, и Песков, значит, на голубом глазу начал, как обычно, врать и говорить, что ничего не знаю, никакого Навального не знаю, почему мы должны его отслеживать. А всем понятно, что это идиотизм, потому что Навальный – это не просто какой-то заключенный, это заключенный номер один, номер два – заключенный Яшин, номер три – заключенный Карамурза, номер четыре и так далее, по политическому списку довольно длинному. Но Навальный – заключенный номер один. И еще есть, кстати, человек, который еще более страшен Путину – это Пригожин убитый, потому что профессор Соловей и генерал СМР сказали, что Пригожин не убит, он живет здоровый, живет в Венесуэле, значит, на острове Маргарита, попивает коксерия Маргарита и вернется на выборы, чтобы свергнуть Путина и отомстить всем тем, кто ему, значит, сделал плохо во время его мятежа. И вот на самом деле для Путина это очень неприятная вещь, вот отсюда и исчезновение временное Навального. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!